Добрый вечер дорогие друзья! Телеканал Ивент ТВ снова в эфире и мы находимся, как обычно, в эпицентре событий. Сегодня в анкетном зале Империя пройдет невероятно интересный конкурс, фестиваль песни. И этот фестиваль посвящен Жанне Фриске. Это суперзвезда Мирабелла. Суперорганизатор, ведущая, которая сегодня как раз и будет создавать ту незабываемую атмосферу этого праздника таланта и песни. Здравствуй Мирабелла. Добрый вечер, добрый вечер. Расскажи нам, что сегодня за конкурс такой интересный? Конкурс действительно очень необычный и вспоминающий. Вспоминающий что? Кого? Вчера, 8 июля, был день рождения у Жанночки Фриске. Жанночки Фриске, нашей дорогой, незабвенной красавицы, артистки и певицы. И сегодня по просьбе благотворительного фонда имени Жанно Фриске, который называется «Я рядом», с помощью нашего проекта «Живые легенды российской эстрады», организатор Мирабелла Столицова и семьи Жанны, мы организуем фестиваль песни поклонников творчества певицы. Мы сегодня послушаем поклонников творчества, которые подготовили ее песни, специальных гостей, ну и у нас еще гости в сфере моды и красоты. Отлично. Скажи, пожалуйста, а ты была лично знакома с Жанной? К сожалению, нет, не успела. Скажи мне, а какие песни тебе очень нравятся, ее песни, ее репертуаре, которые... Может быть, ты сама какую-то пела песню? Ну, было дело, когда я работал в ресторане, я пела песни группы блестящих, в состав которых ходила Жанна. Это «За четыре моря», «За четыре зноя». Отлично, гениально. Друзья, ну вот без Анны Калашниковой тоже ни одно событие не является событием, а она сегодня здесь. Анют, скажи мне, а ты с Жанной была знакома? Конечно. Ну, во-первых, мы начинали свою музыкальную карьеру с моим братом тогда, когда еще было место легендарное «Метелица». И там по четвергам были вечера, где открывали новых артистов и выступали уже успешные, известные звезды. Так вот, у нас гримерка была одна, где была группа «Блестящие». И мы очень хорошо знакомы с Сюшей Новиковой, и с Жанной были знакомы. Не могу сказать, что подруги, нет. Ну, мы просто очень часто виделись, да, то есть в шоу-бизнесе. Мне тогда еще было 18 лет, и вот мы делили одну гримерку, то есть у меня была группа. Ну, то есть для тебя тогда она была мега... Да, для меня это просто, они были мега-крутыми. Конечно же, одна гримерка, там Жанна Фриске, это было нечто. И, конечно же, когда я начинала свой путь, мы на многих мероприятиях, на фестивалях присутствовали, и я видела ее часто везде, да. Меня зовут Пол Алексей, я директор бухгалитного фонда, Жанна Фриске, я рядом. А что вас побудило организовать этот фонд? Почему он создан? Какая миссия? Миссия – это помогать детям-серозам, тяжелопольным детям, людям с ограниченными возможностями, малым и большим семьям. Жанна сама хотела заниматься благотворительностью, и мы можем сказать, продолжаем, мы осуществляем ее мечту. Сегодня собралось огромное количество друзей, гостей, и сегодня мы отмечаем действительно день рождения и рождение нового аромата. Ведь так? Да, все верно. Это уникальные духи Ле-Роса Жанны Фриске, которую создал французский парфюмер Мешло Бармир, который работает в мостном доме «Кристиан Диор», и их можно купить в интернет-магазине нашего партнера фонда конькиния Елизавета Феодоровна Романова. Я слышала, что эти стихи, да, стихи, это, мне кажется, духи как стихи, и они освящены даже были в Израиле, в монастыре. Они освящены, они освящены, кроме группы, на спутни, поэтому это очень, как бы, очень ценные духи, очень стойкий аромат. А что для вас этот запах, что он олицетворяет? Ну, наверное, он олицетворяет шату, вообще ее яркость, ее шокистичность. Вообще, вот в этих духах, наверное, это просто шат, я бы так сказал. Ну, в общем, вся самая женственность уникальная, которую она отправляла зрителю. Зато я полноценного. Спасибо вам большое за то, что вы создали такой вечер, и сегодня мы действительно отмечаем день рождения, и можем почувствовать Жанну в эфире с духом. Спасибо вам большое. О, вот они, а давайте мы их покашем в кадре. Это у меня, я теперь тоже буду женственно и пахнуть розами. Спасибо вам за одежду женственности, которую вы привнесли сегодня в друзья. Александр Серегин Кастера. Что сегодня за событие происходит для вас здесь? Ну, для меня, в первую очередь, память одной из моих любимых певиц. Это Жанна Фриске, конечно. Особенно вот эта ее песня про стюардесс. Мне очень нравилась. Я ее всегда в полете слушал, когда-то там в Дубай летал, например. А сегодня еще день рождения духом, алая роза, которые посвящены Жанне Фриске, были освящены в Израиле. Вот чем для вас, с каким запахом ассоциируется шанр? Ну, конечно, с запахом роз после дождя. И ее образ в наших сердцах остался навсегда именно такой красивой, энергичной девушке. И мы помним, и вот это вот, то, что ее помнит, ее фонд, это очень здорово. А что для вас такое память у Жанне Фриске? Что она альтернаряла? Ну, во-первых, она была очень порядочным человеком, она была добрым человеком. Жанна, она действительно оставила след в истории. Вот как вы думаете, в чем этот секрет, в чем эта изюминка, уникальность? Как оставить след в истории, в сердцах людей? Сколько друзей собралось? Существует один единственный закон. Люби ближнего твоего, как самого себя. И она его исполняла, и она любила всех, и зрителей, и простых людей, и абсолютно всех, в том числе и себя. Не забывала, поэтому, исполняя этот закон, любой человек сможет оставить след в истории. Ну, что ж, вот с нами Владимир Морисович. У меня вчера такое настроение было хорошее. Я, как вроде бы, она была... Вроде бы, я с ней виделся, то есть, мы как-то вместе с ней и все. На съезде, да, да, говорили какие-то прекрасные тосты какие-то, чем-то. А сегодня я пришел сюда, и на свою дорогу, послушал, как у меня девчонка, и у меня ребята, как они очень любили, как души они говорят, что любили и любили, что она какую-то частичку своей жизни оставила их в себе, в жизни. Она вот как будто сегодня с вами, вместе. Да, сегодня, конечно. Есть атмосфера. Настолько тепло, настолько хорошо, и действительно искренне радуются, и этот свет продолжает донуть. Уникально. Вот это как раз вот эти люди, которые сегодня есть здесь, которые они, собственно, и как бы продолжение жанночки делают. Они это, как же, песни, они вспоминают, и она, мне кажется, сама возвращается, мне кажется, она с нами сейчас где-то... Вот, я на радость. У меня аж мурашки прошли. Она на радость, да, со с нами, я так думаю. Хорошо. С нами сейчас организатор мероприятия. Кто организатор? Нас было много. Это мероприятие масштабное, поэтому одного человека здесь не справится. Миробеллочка, Алексей, представитель благотворительного фонда. И вообще, там разные вокальные школы нам помогали. Лето, понимаете, без помощи людей мы бы не справились сейчас. Здесь основная масса москвичей где-то на отдыхе, а мы здесь, в Москве. И расскажите, какое же событие сегодня в Москве вы организовали? Такое публичное массовое мероприятие. Мы, как организаторы, отозвались на просьбу отца Владимира Борисовича в Биске. И мы разделяем его светлые чувства. Мы хотим донести до людей вот этот праздник света, красоты, музыки, любви, женственности. И теперь это можно даже понюхать, я так понимаю. Сегодня уникальный день, действительно, двойной день рождения. Сегодня вышли в продажу духи Алой Розы Жанны Фриске. И теперь этот аромат может быть доступен абсолютно всем, кто любил, кто любит, кто будет любить Жанну всегда. Редактор субтитров А.Семкин